Привет! Кофеечек пьем. У нас сейчас встреча, собираемся. Пока еще мало народу, сейчас подъезжают. У нас тут больше пакетик нет. Я прям весь пакетик. Давай чарочку сходим, они там встали, плотно, и пускай мешали. Ну тебе хватит. Ну хорошо. Давай туда подъехать. Общица прошла, еще уборка 100 рублей, я пока эти свои перевела. Давай, может, фрубчики, яблочки. Привет, привет. Я иду и на вас смотрю. Ваше сообщение увидела только на саду. Да, мы без разницы. Просто многие сказали, что к двум часам подъедут, поэтому мы сказали всем собираться, эта часть не торопиться, кто-то опаздывает, там мне уже написывают, я опаздываю, говорю, ничего страшного. Я поняла. Ну, уже не вернешься. Ну, поеду уже, если что, помогу. Ну, сейчас вот в магазин еще сходим, дорежем, доляпим. Я немного хотела рассказать про чувства. Сегодня у нас в чате на этих чувствах все выезжают, у всех все случается. Все, кто сегодня одел носки на ночь, ну, это наш прикол в чатовский. Вот. Ко всем во снах пришел мужик. Короче, недавно рассказываю, значит, снится мне сон. Я не помню там детали, помню последние моменты. В общем, приходит ко мне известный красавчик. Мужчина. Начинает меня целовать. У меня во сне такое возбуждающее состояние, такое классное, мне хорошо. И я понимаю, что я в грязных, вонючих носках под одеялом. И у меня сразу такие ассоциации, блин. Я же в вонючих носках. Он начинает меня целовать сверху до низу. И я уже понимаю, даже уже во сне начала понимать, что это такие просто шаблоны, вонючие носки. Это наши шаблоны. Нам кажется, что нам внешне что-то может помешать для получения удовольствия и наслаждения. На самом деле, этому парню во сне было пофиг вообще на вонючие носки. Его было просто классно. И я получила массу удовольствия, возбуждения, кайфа. И проснулась в таком состоянии, блин, что реально нам внешне ничего не мешает. Если у вас есть внутри чувство какое-то, то это чувство, оно во вне и проявляется. Мы часто живем в чувствах страха завтрашнего дня. И поэтому наш завтрашний день постоянно какой-то угрюмый, унылый, и вечно что-то нам не хватает. Мы живем с чувствами какой-то нехватки вечной чего-то, да, каких-то наших желаний материальных, каких-то ценностей. У нас эти чувства внутри есть, и они проявляются внутри нас как раз-таки и вот этот недостаток. То есть мы этого не видим, не ощущаем вовне. Но дело в том, что нам здесь сейчас доступны все чувства, которые мы можем производить. И для этого нам внешние источники, внешние факторы, которые нам кажется, что они нам эти чувства дают. На самом деле это нам только кажется. Мы можем воспроизводить любое чувство прямо в моменте, вот закрыв глаза, прожив виртуально секс, кайфануть, порадоваться, понюхать цветы, на яхте прокатиться, на вертолете полетать. То есть любые чувства, которые вы хотите испытать, для этих чувств внешние источники нам не нужны. Эти чувства в нас есть, мы можем вспомнить и воспроизвести. А мы привыкли ждать и добиваться целей. Любые внешние источники мы ждем для того, чтобы эти чувства прочувствовать. На самом деле мы живем только ради чувств. За любым желанием кроется чувство, которое мы хотим испытать. Но они вам сейчас доступны. Когда вы считаете, что вам это недоступно сейчас, и вы не можете эти чувства получить. У вас чувство недостаточности, недостатка. А внешний мир, как проекция, этот недостаток и проявляет. И вам вовне этого и не хватает. Но когда вы осознаете сейчас здесь, что все эти внутренние чувства прямо вам сейчас доступны, вы можете их проживать, и вы их проживете, вы их почувствуете. Материальная действительность от того, что у вас уже это есть, она проявит вам то, что у вас это есть. И вы в мире увидите все это. То есть вы хотели прочувствовать чувство любви. Вы закрыли глаза и почувствовали вот эту любовь. Она проявляется во вне. Ты начала уже? Да, я эфир уже веду. Вы все тут тоже эфир слушаете? Да. Ой, наблюдатели. То есть чувство ваше сейчас недостатка... То есть чувство... Ой, не смеши меня, пожалуйста. Чувство недостаточности в вас здесь сейчас то, что вам чего-то недостает для какого-то чувства. Например, вам нужна машина, чтобы чувствовать дофига, там целый букет чувств. Вам нужен мужчина, чтобы что-то почувствовать. Вам нужен секс, чтобы что-то почувствовать. Вам нужны деньги, чтобы что-то почувствовать. И вам все время... В вас внутри сейчас все время чувство недостатка. И этот недостаток во вне и проявляется этим недостатком. Но если вы осознаете, что никакие внешние факторы вам не нужны, вообще не нужны, и вы откажетесь от всех внешних факторов и осознаете, что все эти чувства вам доступны сейчас, и вы можете их прожить, просто закрыв глаза, вы поймете, что все, внешние факторы вам не нужны. И когда вы от них откажетесь, эти внешние факторы, они и появятся на ваше чувство, то, что у вас есть внутри, у вас это будет и вовне. Поймите это, пожалуйста, люди. Я уже, не знаю, неделю эфиры про чувства веду, и одни и те же вопросы, но у меня всё равно нет. Так этого и нет, потому что вы это внутри сейчас не чувствуете, даже не хотите остановиться и почувствовать. Вы не хотите посидеть и помедитировать, вы не хотите закрыть глаза и побыть в себе, ну не хотите. Вы ещё не наигрались в эту игру недостаточности, вам нравится, когда вам недостаёт. Вам нравится, наверное, чувство вечного достигательства, это же прикольное чувство предвкушения. Но это чувство предвкушения и достигательства вам ничего не даст. Вы будете бороться и достигать бесконечно. Так, сейчас весь дух выспустишь. Да не выспустю я дух. У тебя сейчас ещё впереди куча всего, а она тут выспускает всё. Прикиньте, у вас настолько сейчас чувство недостаточности, что вам даже не дают меня посмотреть. Вы отключаете себя от эфира, потому что Оля хочет забрать мне телефон. Всем пока! Почему вы не хотите чувствовать, что вам чувства сейчас доступны, прямо здесь и сейчас, а эти чувства порождают внешнюю материальную действительность. А вы вцепились в то, что вам нужны какие-то внешние источники для того, чтобы их почувствовать. Вы хотите подарка, чтобы почувствовать, блин, вот этот кайф, что вы себе что-то дали. Это классное чувство. Включайтесь, открывайте инстаграм. Блин, ну не даёт она мне сказать. Так можно и здоровье чувствовать. Да всё можно чувствовать. Вы здоровье на самом деле почувствуете, что это язык тела, что он вам показывает, где ваш затык, где ваши чувства недостаточности, чего вам, блин, опять не достаёт. Вот, Олечка прессует, прессует, да, она мне сегодня с самого утра прессует, я хочу реветь, и я сейчас вот выключу. Умереть хочешь? Реветь. А, реветь. Я сейчас выключу. А что можешь сразу умереть? Реветь, умереть. Смотри, мы нашли новое третье. Жить, реветь, умереть. У меня сейчас такие чувства внутри. Блин, мне Оля в машине сейчас так прессовала. Я хочу плакать, вот реально хочу плакать. Мы будем все плакать, выключайся. Олечка, привет. Привет, Андрюх, почему ты не здесь, не с нами? Нам мужчинки нужны сегодня. А то сидишь там только в своём чате. Вот Оля не даёт мне говорить, потому что она сама поболтать хочет. Да. Ну ты болтай, давай, я вот тебя сейчас покажу. Не, вот здесь девочки, у нас уже тут всё есть. Ой, блин, у меня такое состояние вообще. И кайф, и плакать хочу, и что-то не достаёт ещё. Чего, не понимаю. У тебя недостаточность? У меня сейчас недостаточность, я не понимаю в чём. Класс, представляешь, у тебя есть ещё недостаток. Она у меня есть. Прикиньте, тебе ещё какие-то будешь ещё. Я признаюсь, у меня есть. У тебя сейчас такую кайфушку ловить и восполнять недостаток, это же офигеть. У тебя есть не только достаток, у тебя ещё есть недостаток. У меня всё есть, у меня даже недостаток есть. У меня даже есть я с недостатками тоже. Нифига себе ты набрала. Девочки, кофе угостите, я мчу к вам. Да, конечно, приезжайте. Я хочу реветь целый день. Реви, это классное чувство, от которого вы начинаете просыпаться. Не спите, ау, люди, внешние источники. Ещё раз повторю, кто зашёл позже. Вам нужны для того, чтобы чувствовать какие-то чувства. Вы всё время чувствуете недостаток этих чувств. И поэтому букет этих чувств вы наделили каким-то материальным желанием. Но вам нужны чувства. Вам больше ничего не хочется на самом деле. Вы хотите испытывать любовь. Вам надо тут монитор протереть. У вас тут испачкалось. Кайф. Вы хотите чувствовать наслаждение. Вы хотите чувствовать... Да вообще на самом деле вы и злость хотите чувствовать. Вы всё хотите чувствовать. Но вы всё время испытываете в этих чувствах недостаток. Потому что думаете, что внешние источники вам эти чувства дадут. Да, они дадут на какое-то время. Но чтобы эти внешние источники появились, Вам изначально нужно испытать эти чувства, вам изначально нужно почувствовать, что уже у вас все есть. Вы уже можете прямо здесь и сейчас радоваться, вы уже здесь и сейчас можете любить кого? Себя, мир, людей, собаку свою, кошечку. Не из чувства долга ее кормить и быть там с любимыми, из чувства долга. А из любви не почему, потому что так классно, потому что так хорошо. И когда вы чувствуете это внутри сейчас, то это как внешняя материальная действительность, она моментально проявляется и показывает вам. То есть это изобилие нужно почувствовать внутри. А изобилие, естественно, вы хотите не изобилие денег чувствовать, вы хотите изобилие чувств чувствовать, понимаете, то, что вы на эти деньги можете получить. Так представьте, что вы уже это получили. Закройте глаза, просто помедитируйте, что вы это уже имеете. Осознайте, что стоит за каждым желанием, какие чувства, что вам даст машина, что вам даст аквапарк, что вам даст секс, что вам даст то или иное чувство. Какое оно? Почувствуйте его на вкус, вспомните, воспроизведите, покайфуйте в этом состоянии. И тогда материальная действительность как следствие всего лишь. То есть сначала идёт непроявленное, а потом уже проявленное. Оно является тем, чем вы наделили что-то. Но вы наделяете всё своими чувствами, обозначаете чувства, наделяя их словом. Мне тоже хочется плакать в последнее время. Я себя еле сдерживаю, но сейчас Оля начнёт медитации, и я чувствую, блин, разревусь просто. Обычно люди плачут, когда обнажаются. Оля шла так на меня, посмотрела. Ты не хочешь плакать? Хочешь плакать? Угу. Дед, подышать пора. Ты же не послушаешь, сразу будешь плакать. Да. У меня просто колбасит уже, как уйди. Да. Да, да. Мне плакать нельзя, у меня тушь растечётся сейчас. Даже мальчики пишут, что они сегодня ревели. Я готовлюсь просто к тренингу. Вы на тренинге сегодня должны плакать. Вот. Ну, конечно, вон уже одна начала. Оля уже начала со мной тренинг в машине. Я протянулась, протянулась, протянулась. Я не могу. Потом вышла. К чёрту вся. Я не могу показать. И она не с тобой. Ладно, это что-то ненормально, короче. Вот. Я буду это выходить из эфира. Сделала, что хотела. Ой, не могу ржать, да. Просто хотела поплакать в эфире. Ну, такого эфира, например, ещё не было. Ещё никогда такого не было. Ну, почему? Они же не видели, как ты сопротивлялась ещё час назад? Она такая, бабушка сразу такая, эээ, плачет. А другая, наверное, не застали. Ну, ладно. Вас тут камера протирает. Слушай, да, что-то у меня она запотела от слёз. Давай протирай её там. Затирает, протирай. Это алкоголь выходит. Да какой я не пью. Человек вырабатывает в естественном порядке алкоголь. Сколько уже это рассказывать? А вы нам живую встречу потранслируете? Мы уже транслируем. У Нелли уже началась. У девочек здесь ничего не началось. Я, короче, предлагаю просто реально закрыть вам глаза и почувствовать разные чувства, которые стоят за вашими желаниями, которые вы давно хотите получить. Я давно хотела пореветь. И я сейчас разрешила себе это. Да, что, плакать это было неудобно. Не выходи, ты плачешь красиво. Ой, не могу такое читать. Ой, ржака какая. Уровень несчастья повысился с этим карантином. Ой, я не могу теперь ржать. Да это не карантин. Да это не карантин. Это не карантин, конечно же, вы это. У меня карантин, кстати, словом кретин, почему-то остыр. Карантин, кретин. Да. Ой, это очень даже нормально. Вот скажите, кто последний раз... Так, ты там протираешь камеру там, не забываешь? Кто последний раз плакал вообще, когда? Я. Когда вы это делали? Оля говорит, что она три раза в день плачет. Ну и на самом деле, да, я даже ем. Она едет в машине, и у нее слезы катятся все время. Непонятно от чего. Ну, потому что как-нибудь еще ревно. Вот. Так это же от счастья слезы, блин, когда, ну, понимаешь. Не горшку давишь? Ты эфиры сохраняешь? Да, я эфиры сохраняю, в инсту выкладываю. Но дело в том, что все последние мои эфиры, там один не получился, а вот четыре эфира. Олеся должна была скачать и выложить, она скачала, выложить не может никак. А я не могу с инстаграма скачивать, у меня не получается. Ой, теперь охота хохотать, да. Ну, то есть какая-то шняга, там Андрюха наколдовал на этого бота, и у меня там два эфира пропали. Ты чего ревешь? Порвала? Да, у меня тоже сегодня с самого утра. Обнимайте, родная, целую. Плакать — это всегда быть в центре внимания, проверяла. Ой, блин. Скажи у тебя по-другому поводу. У меня по-другому поводу, не для центра внимания, я вообще не знаю. Мне так хотелось поделиться с вами тем, что... Ну, пора уже, боже, жить из недостаточности. Вечно нехватки чего-то, постоянно вам вечно что-то недостает. А ну всё внутри сейчас уже есть. Все эти чувства, которые вы хотите из внешних источников получить, они уже сейчас вам доступны. Вот и всё. Сколько раз уже можно про это говорить, но это можно говорить бесконечно, походу. Мы всегда улетаем опять. Кто-то, кто живёт завтрашним днём, он в недостаточности живёт. И этот завтрашний день никогда не наступит. Такой, какой вы себе молюете, представляете и хотите, он не наступит, пока вы сейчас не увидите в себе эти чувства. Блин, столько народу, все пишут, что они плачут со мной, либо сегодня с утра плакали, либо каждый день плачут. Офигеть, блин. Это я что ли такая непробиваемая, не плачу, что ли? Офигеть просто. Мне материальность действительности подтвердила, я думала, никто не плачет, что все плачут. Прикиньте, мне реальность уже поменялась просто. Плакал год назад, когда развёлся. Вчера плакала, сегодня плакала. Я давно не плакала, что-то не хочется. Ну, Натали, у вас, наверное, всё хорошо. Ну, мне тоже всё хорошо, но я плачу от счастья. Реально, от счастья мне хорошо. Я стесняюсь плакать всю жизнь. Вот о чём и речи, я тоже. И сейчас я в эфире поплакала, я офигела просто. У меня аж прям чувство распирает. О, провоцирую скандалы с мужем, чтобы поплакать. Одно это скучно, одно это непонятно, одно это странно. Нас так не учили. Надо повод, внешний источник. Вот, пожалуйста, получите. А, ещё что я хотела сказать. Я вспомнила, что когда я 4 года назад сходила на сеанс массажа, знаете, такой массаж был очень жёсткий, спортивный, когда проминали все косточки, и у меня в течение месяца решили все мои проблемы жизненные. с работой, с бизнесом, с деньгами, с роднёй, с друзьями, с любимым, вообще все. И я недавно вспомнила, что моё тело настолько деревянное, зажатое в этих... И что нужно, помимо внутренних чувств, получить эти чувства телесные. И у меня тело настолько задеревенело, что не могу, даже если хочу почувствовать что-то, не могу почувствовать, много чего не могу почувствовать. Я воспринимаю, что вы не можете чувствовать. У вас тело деревянное. И мы заблокировали же все эти чувства. А эти блоки в теле, блин, комом сидят. Я это вспомнила и пошла на массаж. Я уже сделала два сеанса, и после вчерашнего массажа я ещё массажисту говорю. Вы знаете, вот вы мне сейчас промяли так, у меня синяки по всему телу, я вся синяя. Я не могу вообще там пошевелиться сейчас, у меня всё болит. У меня прям зелёные, синие, фиолетовые синяки по всему телу. Настолько он меня крутил вверх тела, настолько это было больно. Но я ему говорю то, что вы знаете, у меня такой опыт, что после массажа меня на чувство так пробьёт, что я сейчас буду хохотать, привет, испытывать любовь и счастье. Он говорит, ну давай, посмотрим. Я говорю, ну тебя понимаю, потому что так и есть. И вот поэтому меня и колбасит этот вчерашний массаж, добавил мне сегодняшних чувств. Я специально готовилась и делала этот массаж, чтобы сегодня у нас там медитации, танки были. Вообще на полном просто взлёте. И я вам всем советую чувства, чтобы испытывать. Вам ещё нужно немножко, чуть-чуть уделить телу. Идите в качалки, идите побегайте, займитесь спортивными упражнениями. А кто может себе позволить массаж, бегите. Продавайте компьютеры дома, мессенджеры, телефоны, кровати, не знаю, деду. Зачем мир наделяешь, что у него денег нет, чтобы не должны кровать продать? Да я шучу, конечно, ну пофиг, массаж, массаж, бегите, берите, не знаю, кредиты в банках, бегите. У нас у всех есть деньги, ты чего? Но у вас деньги на массаж, на удовольствие, естественно, есть. Если у вас есть желание, то материальная действительность вам сейчас покажет, что деньги на массаж у вас есть. Поэтому идите, бегите, разминайте тело. Но, знаете, не такие массажики, которые я все время делаю, там, тайские, балийские, не чтобы вас погладили, а чтобы вас там настолько промяли, избили, чтобы вам прям больно до слез было, чтобы вы орали, как потерпевшие, чтобы ваше тело разбудилось. И вот это вот двойное комбо, жить здесь и сейчас, чувствовать и с телом работать, это вообще, это сказка, реальная сказка. Оля, что ты тут это цокаешь? Что тебе не нравится? Я накидываю разные варианты. Да, нам-то это очевидно, но людям многим нужно до этого дойти разными способами. Я накидываю со всех сторон, все есть, все есть. На массаж найдем. Массаж — это тема, реально связанная, да-да-да. Может, я тоже деревянная, вот я не плачу. Натали, иди на массаж, иди упражнениями займись, иди танцуй, тело разминай. Ходит такой взрыв на мухарюль, и плачет такая штука. Никто так не может быть. Для меня на массаж — это как на луну слетать. Я даже каждый день буду ходить на массаж, и для меня все равно будет казаться, что я на луну слетала. Мир — это вообще, это ваш мир виртуальный, который вы, вот как Симпсон, там, играя в Симпсонов, да, можете создавать любые миры и делать, что хотите. Для меня виртуальный мир настолько сказочный, потому что эту сказку я создаю, я могу любую создавать. Поэтому, вон Оля сейчас кричит, говорит, что для меня это как на луну слетать. Да, блин, даже сыро поесть для меня, как на луну слетать. Надо во всем кайф находить, и находить во всем, во внешнем мире. Блин, уже, блин, столько всего есть во внешнем мире. Вы живете в недостаточности, ищете, что бы вам дало какие-то чувства, а в вашем мире столько всего просто. Там у этих чувств немерено. Если нужны внешние источники, откройте глаза, посмотрите, сколько всего звуков, цветов, животных, растений. Блин, людей. Вы можете на улице подходить и говорить, обними меня. Давай обнимемся. Обнимайтесь, знакомьтесь. Плакать – это кайф один, смачно так от души. Это такое освобождение. Обожаю плакать. И я тоже теперь. Я плакала от счастья недавно, когда почувствовала, что все вижу, что вокруг есть я. Такая волна накрыла все небо. Я сейчас опять плакать буду от ваших сообщений. Может быть, боли в теле – это те чувства, которые мы не прожили. Но мы их постоянно на самом деле проживаем. Мне боль в теле говорила и говорит о том, что вот эти блоки, затыки у меня есть. Конечно, на пятый массаж, на шестой уже сеанс боли не будет. И массажист будет даже сильнее мять. Такой уже боли не будет, как в первый-вторый раз. Расскажи про энергию безденежья и энергию денежья. Да, это мы просто вчера в чате трансформировали, что многие стали писать, что деньги – это свобода. Но если вы привязаны к деньгам, это уже не свобода. А что такое энергия? Энергия – это когда ты течешь по течению, не прикладывая никаких сил. Эта энергия – просто поток, это просто движение. На которой не нужно ничего. Просто наблюдаешь и будь в потоке. Там не нужна никакая сила. Но чтобы быть в потоке, запустить этот поток, нужна сила импульса, то есть желание, интереса и всё. У вас есть деньги, вы знаете уже, как исполнить ваше желание. Интереса мало. Но когда их нет, то настолько интересно, как это произойдёт. Там миллиарды вариантов. Деньги – это один вариант, да, как исполнить ваши желания. А когда денег нет, у вас миллиарды вариантов. Понаблюдать с интересом, как это произойдёт. Без денег. Или как появятся деньги. Откуда они возьмутся. Здесь интерес. А интерес – это и есть импульс. Как только у вас появился этот импульс, появилось желание, вы наблюдаете, плывя в потоке, не прикладывая к этому никаких усилий. И тогда ваше желание исполнится вот так вот. Может быть, с вашими деньгами путь долгий и далёкий. А без денег там 100 миллиардов путей новых намного ближе к этому желанию. Вот я к чему. У меня массажная кровать. Вон у Оли тоже дом массажная кровать. Сейчас будем вызывать массажиста на дом. Я не люблю плакать, потому что голова от слёз всегда болит. Интересно. Потому что вы сильно напрягаетесь, когда плачете, потому что слёзы для вас напряг. Перенаделите эти слёзы не напрягом, а радостью. То есть вы уже назначили, сами наделили таким явлением, таким свойством, то, что, блин, у меня от слёз болит голова. Поэтому вы не позволяете себе плакать. Но когда вы позволите, перенаделите, что от слёз, наоборот, голова становится лёгкой, свободной, и вам так хорошо. Блин, я вообще летать сейчас хочу. Мне прям так по кайфу. Вон народ собирается уже побольше. Привет, привет. Падайте где хотите. Где взять денег именно в этот период, когда никакой деятельности. Я тут про чувства, а вы тут про деньги. Почувствуйте эти деньги внутри сейчас. Закройте глаза и почувствуйте, что у вас есть. Вам нужно чувство внутри сначала, что вам всё хватает. Почувствуйте, что вам нужно от этих денег. Какое желание? Поесть? Вы живёте для того, чтобы есть? А для чего вам еда? Разберите. То есть вам нужны не деньги, вам нужны чувства. Массажиста рук по рукам, да, и массаж настоящий и нужный, больно, но синяков нет. Но это вы так считаете. У вас нет, у меня есть. Я просто иду и слегка ногой задену там кровать, у меня уже синяки, у меня такое тело. Это нормально. В мире есть всё. Ну, чтобы побыстрее всё случилось. Я постоянно шеей занимаюсь, сама придумала комплекс приспособления, как растягивать, как разминать, гибкость, соединённость, чувство и ума. Классно, Кристина. Я тоже ревую и ржу. Хочется тебя обнять. Я и без массажа могу сесть пореветь, потому что птичку жалко, эмоции зашкали. Вот так. У вас должны быть чувства и слёзы не от жалости, ребят, вы чего, а от счастья. Попробуйте поплакать от счастья. Нелли, я твой взяла про чувства, я всегда эту главную связь упоминаю, про любовь к себе, чувства и сомнения. Оскар Туальт сказал, надо знать этот великий секрет жизни, лечите душу ощущениями. Правильно. Оскар, молодец. Передаю тебе привет в прошлое. Мне интересно, как у меня появится квартира. И мне интересно, и мне сейчас интересно, потому что я её нарисовала, наблюдаю. Я уже ощущаю все чувства, которые бы могла ощущать в этой квартире. Даже специально переехала в замок Коли, четырёхэтажный, хожу и прям все эти чувства испытываю, офигеваю. Ещё поеду в Москва-Сити и оттуда посмотрю чувства. Как раз время не для сделать деньги, а почувствовать. Конечно, вы себе карантин устроили, блин, чтобы с собой заняться, а вы даже в карантине только о деньгах думаете. Вы это не деньги. Деньги, это вы. Деньги, это вы. Вот людей всё нормально в жизни, раз только деньги их интересуют. А они это не понимают, конечно, не понимают. Я люблю делать массаж, и когда мне делают, тоже люблю. Я вот массаж сама не люблю делать, но когда мне делают, блин, ну, если гладкий, мягкий такой. Я люблю, когда меня крутят, вертят, я не люблю, но выходя с этого массажа, я потом летаю, наверное. А тут проблемы, когда со здоровьем и деньги не помогают, и ничего материального уже не нужно. Конечно, вам здоровье, просто язык тела кричит, где у вас заблокированы ваши чувства, что вам не хватает, где ваши шаблоны, что вас тормозит быть в потоке. А вас тормозит быть в потоке интерес, нет желаний, либо есть желание завтрашнего дня, а желание сейчас чувствовать эти чувства у вас отсутствуют. Вот поэтому тело вам и кричит об этом. Она и вас укладывает в постельку, чтобы вы почувствовали себя. Оскару Оскар за мудрость про ощущения, точно. Я понимаю, что у меня все хорошо, кроме...